В 78 лет Евгений Петросян стал отцом. Теперь он многодетный папа. Он женился на помощницы амбициозной девушки из Тулы, которые ему в дочери годится. Более того, она родила от него уже двоих детей и, судя по всему, на достигнутом не собирается останавливаться. Буквально на днях маленькой Матильде исполнился один год, а ее знаменитый папа только что отпраздновал свой 79-й день рождения. Девочку крестили, и молодая мама поделилась фотографиями со своими поклонниками в сети. Но напомним, что старшей дочери Петросяна Викторини 55 лет. Она давно живет в Нью-Йорке с мужем и детьми и даже успела стать бабушкой, а Евгений Ваганович, соответственно, прадедушкой. Более того, это знаменательное событие случилось в один год, когда комик стал отцом во второй раз. Вот так одновременно в 75 лет Евгений Петросян стал и счастливым папой, и любящим прадедом, если бы не одно но. Его дочь Викторина прервала все контакты с отцом из-за того, что он бросил Елену Степаненко, променяв ее на свою молодую помощницу, приехавшую из Тулы покорять Москву. И заметьте, Татьяне Брахуновой это удалось. Новая супруга Петросяна стала одной из самых обсуждаемых личностей за последнее десятилетие. Ее мечтой была работа со знаменитостями. Таня практически сразу устроилась в театр сатиры и стала системным администратором. А уже вскоре помощница Елены Степаненко, а затем и ее супруга. Тогда образ Татьяны был, надо сказать, скромным и даже блеклым. Все считали ее серой мышкой, однако, став концертным директором Петросяна, стиль Татьяны претерпел сильные изменения. Из провинциальной простушки Таня превратилась в статусную леди. Поспособствовали этому и щедрые премии от юмориста, и желание выглядеть и быть богатой. Гардероб Брахуновой менялся постепенно, нестремительно. Сначала сумочки, которые с каждым разом становились все дороже. Потом шубы из натурального меха, а очки в брендовых оправах. На первых порах ее преображение оставляло желать лучшего и требовало руки стилиста. Однако, судя по постам Татьяны Брахуновой в микроблоге, она выглядит скорее как молодая старушка, нежели чем статусная леди. Возможно, сказывается усталость из-за заботы о ребенке, а возможно и выходит наружу ее тульская простота. Ведь одеваться так, как она будет далеко не каждая москвичка. В момент регистрации брака Татьяне Брахуновой было 30, а Евгению Петросяну 74 года. Недаром же говорят, любви все возрасты покорны. Но столько разговоров в прессе не было ни об одной супружеской паре из мира шоу-бизнеса. Ведь со Степаненко Петросян прожил долгие 33 года, и теперь уже бывшие супруги до сих пор делят нажитые полтора миллиарда рублей. Это не только недвижимость, шесть квартир в Москве и загородный особняк в Одинцовском районе стоимостью в 150 миллионов рублей, но и коллекция антиквариата, картины 19 века, скульптуры, фарфор и редкие книги. Эти раритеты были оценены в 1 миллиард рублей. Среди них работают Шишкина, Матисса, Айвазовского и Поленова. К сожалению, Степаненко не смогла родить наследника Евгению Вагановичу, и близкие к паре люди говорят, что артист разговорного жанра убедил Елену Григорьевну сделать аборт в свое время. Ведь карьера тогда для них обоих была важнее. Однако Степаненко так и не познала радости счастья материнства, хотя воспитала как родную дочь Петросяна Викторину. Девочка родилась в первом браке юмориста, но супруга погибла в аварии, когда дочь была еще совсем ребенком. Потом у Евгения Петросяна были еще два брака. Он сковал себя узами с дочерью оперного певца Анной Козловской, но прожил с ней всего лишь полтора года. Да и брак с Людмилой, искусствоведом из Ленинграда, тоже долго не просуществовал. А вот его четвертые официальные отношения с Еленой Григорьевной все считали заключенными на небесах, ведь Петросян и Степаненко не только были мужем и женой, делили семейный быт и воспитывали ребенка Евгения Вагановича. Они были коллегами и полноценными партнерами по сцене, вместе работали, выступали дуэтом и гастролировали. Но внезапно для всех после 33 лет брака Евгений проснулся рано утром и зашел на кухню. Он сказал только одну фразу супруге, собиравшейся на длительные гастроли. «Я ухожу». Елена Григорьевна не стала устраивать истерик, а молча собрала вещи и поехала выступать с концертами, а по приезду в Москву подала на развод. Сейчас Елена Григорьевна заметно похудела, и многие видят, что из-за своей худобы она потеряла изюминку – узнаваемость. Да, лишний вес никого не красит, как не красит и возраст. Степаненко в этом году исполняется 71 год. Артистка не замужем, так как считает, что в ее возрасте нет настоящей и чистой любви, а содержать альфонсов она не готова. Елена Григорьевна до сих пор выступает на сцене и радует поклонников своей энергией и неисчерпаемым юмором. Но как же ей удалось похудеть? Степаненко смогла избавиться от 42 килограммов, что действительно достойно восхищения. Как рассказала сама юмористка, при ее росте в 168 сантиметров вес достигал 110 килограммов. Но благодаря строгим ограничениям и соблюдению диеты талантливой артистке удалось достичь впечатляющих результатов – вес снизился до 68 килограммов. Теперь ей намного лучше и проще, ведь лишний вес давал нагрузку не только на внутренние органы, но и начинались серьезные проблемы со здоровьем. Так что же могло стать причиной развода знаменитой, узнаваемой и невероятно востребованной парой артистов? Как оказалось, адвокат Петросяна выступил в суде во время бракоразводного процесса и не стал скрывать, что супруги не жили и не поддерживали совместное хозяйство, как муж и жена последние 15 лет. Получается, что на людях Степаненко и Петросян играли счастливую пару, а в жизни были друг другу чужими. Ровно через год после развода Евгений Ваганович расписался с помощницей, а через два месяца на свет появился его сын Ваган, названный в честь деда. Мальчик родился в Дубае, но поклонники знаменитости считают, что новоиспеченные супруги воспользовались услугами суррогатной мамы, ведь никто не видел Брухунову беременной, и молодожены все девять месяцев не говорили никому о скором пополнении в семействе. Хотя Татьяна любительница освещать каждый свой шаг, будь то выход в театр или поход в церковь. Она просто не могла не поделиться тем счастьем, которое переполняло ее изнутри, потому и возникли предположения о суррогатном материнстве. Да и в самолет не пускают после седьмого месяца беременности, даже со справкой от врача, что будущая мама абсолютно здорова. А о том, что супруги стали родителями, Евгений Петросян сообщил в свой 75-й день рождения, но сейчас передал эстафету жене. Татьяна Брухунова написала пост в своем микроблоге «Мои счастливые 35 и 4 года Вагану». Супруга Евгения Вагановича опубликовала семейную фотографию, на которой позирует Петросян. Она, маленький четырехлетний Ваган и маленькая-маленькая девочка у нее на руках. А сейчас молодая жена назвала любимого волшебником и выложила в сеть фотографии скрещения Матильды. А как вы считаете, пусть еще рожает или правильно в народе говорят «поздние дети – ранние сироты». Не жалко им детей, а вам.